Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и не успели разработчики выложить рулетку на М4Ё, как они выложили новую. Итак, по старой рулетке я ее крутил, дошел до полутора тысяч золота, танк я себе не выбил, и ребята в комментариях писали, что им выпадало все приблизительно в той же последовательности, начиная от самого дешманского в виде 30 тысяч серебра и заканчивая всякого рода там аватарчиком, ну либо подобной чепухней. Что же касается получения данной машины, то преобладающие большинство тех, которые писали комментарии, говорили о том, что они либо бросили, либо получили данную машину в самом конце, а значит потратили более 18 тысяч золота, а данная машина таких денег просто таки не стоит. Я так понимаю, что разработчикам захотелось еще немножечко голды срезать с народа, для того, чтобы, ну, немножечко их подогреть к тому, чтобы начали донатить, и выложили новую рулетку на ресурсы, но, честно говоря, особо ценного я лично для себя здесь ничего не увидел. Самым ценным призом поставили для восьмого уровня сертификат на исследование танка на 25%, ну если бы еще хотя бы на 50, но 25% на восьмерку. Вообще, в принципе, ни о чем, и главное, оно так светится, как будто бы, я не знаю, это дар какой-то божий, что ли. Чуть ниже поставили на вот это вот место на седьмой уровень, но и, честно говоря, я не вижу в этом прям какой-то особой ценности. Давайте, в принципе, проанализируем. За голду вам предлагают купить 2000 свободки. Но спасибо большое разработчикам, что они и так дают возможность свободку получать. Во-первых, катать танки и зарабатывать. Во-вторых, смотреть рекламные видео и получать по полторушке свободки за выполнение боевой задачи. Посмотри три видоса. Поэтому, ребят, особой ценности вот в этом я не вижу. Ну, возможно, просто уже к халяве привык. Что касается бустеров, особенно бустер на перезарядку снаряжения, я, честно говоря, какого-то определенного смысла в них не вижу. И эти бустеры и так падают из всякого рода контейнеров, и когда донатишь, они тебе падают в составе каких-то наборов. Короче говоря, бустеры тоже ценности не считаю, уж тем более они не эпические. Это просто редкий, а здесь вообще, ребят, в отношении опыта обычные 15 бустеров. Короче, не о чем говорить. Что касается осколков, осколки можно получить, обменивая ваши ненужные камуфляжи на те же самые осколки, либо какие-то другие предметы, которые вам не надо. Короче говоря, вот здесь вот ценного ничего не вижу. Что касается серебра, то, в принципе, это две, максимум три катки на какой-нибудь плюс-минус годной фармящей машине, и эту серебруху вы и так из боя вывезете. Я не настолько, ребят, богатый обзорщик для того, чтобы тратить свою кровную голду на прокрутки данной рулетки. Напишите вы в комментариях, считаете ли вы за необходимое тратить золото на вот эти вот ресурсы, или считаете нужным оставить эту голду для приобретения конкретного танка, который может появиться на продаже. На данный момент, ребятушки, у меня все. Единственное, что поставьте, пожалуйста, лайк данному видео и обязательно, обязательно подпишитесь на канал, потому что это единственный способ его развития на сегодняшний день. Поддержите развитие моего канала, поддержите развитие моей мечты. Я вам буду безумно благодарен, отблагодарю честными обзорами. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира. Ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.